24 года водопроводные сети сел Красная Воля, Хлебороб, Иларионовка и Калиновое озеро поддерживались в порядке силами жильцов. В далеком 70-м их еще прокладывало сельхозпредприятие Хостычай, но в 90-х, когда все рухнуло, люди сами следили за состоянием водовода и только мечтали найти ему хозяина. В городе мы как жители не занимаемся водоснабжением, а в селе люди, которые проживают, должны были еще самостоятельно заниматься водоснабжением, хотя же проживаем в одном городе. Поэтому я думаю, что сегодня действительно исторический день, когда мы можем свои сети передать специализированной организации. Депутаты пригласили на встречу активистов сел и руководства водоканала, разработали механизм передачи сетей, обсудили, как в врачайший срок установить во дворах домов новые приборы учета воды, каждый из которых должен быть с паспортом. Надеюсь, что мы где-то в течение 10, максимум 12, в предел 15 дней проведем все эти мероприятия. Жителям будут выданы абонентские книжки, по которым необходимо будет производить оплату за потребляемую воду. Счетчики будут опломбированы специалистами водоканала. И таким образом мы оставим за чертой сзади 25-летнюю эксплуатацию системы водоснабжения силами ТОСа, и начнется новый этап. Да, мы не волшебники, мы не сможем наладить, я не знаю, в течение двух часов отличное водоснабжение, но во всяком случае задача стоит в том, чтобы лишить и людей, и себя проблем, именно привести в соответствие техническому состоянию всех этих сетей и получить нормальное, но пока техническое водоснабжение. С 15 августа утвержден тариф на поставку технической воды, это 23 рубля 34 копейки за один кубометр. Эта вода из открытых источников и не проходит обработку до уровня питьевой. Депутаты пообещали все тонкости передачи на баланс водоканалов сетей Кудепсинского сельского округа взять под личный контроль. С нашей стороны мы возьмем под контроль именно организацию выездных заключений договоров на местах поселом, потому что мы считаем, что это очень важным моментом, люди далеко не все могут проехать водоканал, и физически, и процесс будем дальше контролировать, есть процесс. На данном совещании мы обратили внимание на то, что необходимо в скорейшем порядке, может быть до конца текущего года, МУП водоканалу совместно с заинтересованными службами администрации города Сочи в полном объеме провести инизализацию всех сетей водоснабжения и канализования, находящихся на территории этих сел, точнее, поправлюсь, сетей водоснабжения, с тем, чтобы в дальнейшем исключить возможность дополнительной финансовой нагрузки на граждан с одной стороны, и, с другой стороны, обеспечить максимально эффективную эксплуатацию данного муниципального имущества со стороны МУП водоканал. Система передачи сельских сетей водоканалу началась с Лазаревского района. Она упрощенная, никакой технической документации и лишних проволочек не требует. Уже заключено 354 договора.